приветствую вас друзья вы на youtube канале все для клёво сегодняшнее видео о бумажке которую дают на днестре в старом порту взамен денег полное видео о рыбалке в этом месте вы можете посмотреть по ссылке всплывающей справа вверху или в описании к этому видео дозвельна картка призвища умовы в артис рекомендованный добровольный внесок вот это то о чем я с вами говорил пожертвования физичных юридических осип 220 гривен пожертвования пожертвования об считаю цифра не ставится до стоянка транспортом сбежи 50 гривен термин 23 годы рахунок айбан все дела собраться следует что то есть печать итак друзья давайте посмотрим что написано на этой бумажке которые дают взамен денег за рыбалку в старом порту первое что мы видим это громадская организация мысли сифто рыбалок приднестровский сайт организации номера телефонов и какой-то номер серии давайте вот это все мы проверим вся информация которую я вам буду показывать она есть в открытом доступе в интернете вы сами можете это проверить вот если не доверяйте мне открываем вот я вбил сюда приднестровский громадская организация открывая первый попавшийся вариант давайте посмотрим что покажет вот код ярдпо громадской за сам сифто рыбалок приднестровский адрес маколаевка село маколаевка в улице ашкилина буду на к 1 г директор андранаки вадим леонидович основе деятельности 94 99 и такое деятельность громадских организаций по инши так властники сату на капитал 00 гривен 3 властника андранаки вадим леонидович евген леонидович так ну тут все да все смотрим можно даже скопировать этот код вот вставить его google и посмотреть давайте вот на этот сайт посмотрим что он покажет так тоже самое громадская организация мысли софта рыбалок приднестровские название код дата регистрации 2009 год у полномочное лицо андранаки вадим леонидович рамп размеру основного капитала 0 гривен общественная организация не государственная собственность то же самое адрес и основной вид деятельности так бенефициары доля государственного предприятия 0 все те же самые три человека так он признак доходности вот это очень вам рассказывал организация включена в реестр неприбыльных учреждений организации на основании решения контролирующего органа гфс номер 806 от 30 12 тысяч 100 то есть эта организация не платит налоги но в принципе это и правильно то есть общественная организация не должна платить налоги это это нормально так ну и так далее давайте посмотрим теперь по виду деятельности это квад мы его скопируем и попробуем найти его через google квад 94 99 открываем описание делись организации без посредине повязанных с политическими партиями ики вплывают на суспильную думку шляхом просветы политического вплыву избирания коштев то еще цивильные инициативы там и так далее это все можно найти в интернете и посмотреть вот на русском языке деятельность прочих членских организаций не включающих другие категории включая деятельность организации не связанных с непосредственно с политическими партиями оказывающие влияние на общественное мнение путем посвящения политического влияния сбора средств гражданские инициативы экологические движения организации вступающие в поддержку развития общины в ширине возможности образования не включающих другие категории организации по защите и улучшения условий существования особых групп так этот класс также может включать деятельность по представлению гранта членским организациям или другим исключает благотворительную деятельность сбор средств на социальные работы деятельность профессиональных художественных труп организации деятельность спортивных клубов деятельность профессиональных ассоциаций в общем обычный квет для гражданской громадской организации общественной организации охотников и рыбаков дальше значит что я хотел еще посмотреть вот здесь вот сайт организации вот этот приднестровское точка ком точка юэй видите да то же самое я вот ее вбиваю в google и он не удается получить доступ к сайту вот она приднестровское точка ком точка юэй казалось бы ну что может быть такое почему почему не вбивается по идее тут должна быть рассказано о деятельности организации чем она занимается на что идут там полученные деньги ну то есть если это открытая общественной организации но доступа нет обычно это такой доступа нет из-за того что сайт находится там на обслуживании там еще чего-то но я пошел дальше открыл доменный сайт имена . юэй и воткнул в поиск приднестровская . ком . юэй доменное имя и что оказалось оказывается он просто свободен то есть нет никаких вариантов то есть этот это доменное имя свободно его может взять любой гражданин то есть вот можно зарегистрировать его и забрать себе это доменное имя то есть получается что вот здесь получается это фейк дальше номера телефонов но я по ним звонить не буду не знаю зачем это нужно и виду ли на картка серия номер и вот здесь вот номерочек такой длинный видите да тут по идее должно быть записаны номер который записан там какой-то журнал где-то там учтены эти деньги которые с вас берутся но тут ничего нет фамилия все значит рыбалка была 10 сентября 2020 года смотрим 10 тут непонятно число но может быть это конечно и девятка не знаю вот тут цифра тоже непонятная за как за какое число за какой год и крайне на что хотел бы обратить внимание это разрахунковый рахунок для физических личных осип вот этот айбан вот эти 29 знаков да если вы введете в приват 24 или в другом варианте то есть хотите в электронном варианте оплатить на то введете их вот сюда вот разрахунковый рахунок да то вам все равно нужно написать сюда имя одерживача и код и rdp а их нет на этом листочки то есть невозможно через это листочек оплатить в электронном варианте понимаете да то есть это сделано специально того чтобы брать деньги наличными и все то есть и их нигде не показывать ну по крайней мере это вижу так я на обратной стене бумажки вы видите печать и должна быть подпись головы громадской организации если подписи нет туда же и передавить претензии никому а значит они ваши деньги не получали поэтому вы отдаете свои деньги в никуда поймите тоже один раз и наконец крайне на что хотел обратить внимание это на то что андронаки воде леонидович знает мой номер телефона если у него будет желание сделать видео и объяснить людям за что берутся деньги в старом порту то пожалуйста я всегда готов с вами встретиться и что вы объяснили людям вот эту всю ситуацию хочу акцентировать еще раз ваше внимание на том что добровольный взнос не может содержать каких-либо цифр на то он и добровольный чтобы если и платить то столько сколько ты считаешь необходимым в конце видео хочу обратиться к тебе рыбак который платит деньги проснись включи мозг тебя просто дурят на ровном месте причем открыто сколько еще должно пройти времени чтобы ты открыл глаза понял и перестал вытягивать свои кровно заработанные деньги отдавая их за рыбалку она и так бесплатная просто прочитай закон номер 233 и пойми наконец что рыбалка в водоемах общего пользования не может быть платный наберись мужества и скажи нет платье за рыбалку на наших реках если видео было полезным ставьте лайки подписывайтесь на наш канал все для клёво ну а я прощаюсь с вами до скорой встречи на рыбалке всем удачи всего хорошего пока